Сейчас как бы уже у меня пошел новый виток в жизни, я переехал в другую команду и посмотрим, когда закончим, может быть, что-то еще напишем. Возвращаясь к Олимпиадам и к сборной по хоккею, почему-то получается так, что хоккеисты, играя там у себя в Америке, а потом приезжают сюда и играют как-то не очень здорово. В чем здесь дело, скажи мне, пожалуйста? Экономить силой, быть может, потому что основное все-таки там деньги платят за то, а здесь-то как-то, в общем-то... Я думаю, что это легенда. Легенда? Конечно, которая написали или высказали, когда, опять же, был у нас спад в хоккее, у нас между поколениями Буре, Могильный, Федоров и нашим поколениями сейчас был небольшой провал и были тяжелые отношения между Федерацией, хоккея России и хоккеистыми ребятами, которые играли за океаном. Потом, если мы приезжали, то в прессе нас называли предателями, зажравшимися, извините за это выражение, но такие были высказывания. Поэтому многие ребята, которые были уже более возрастные, просто думали, для чего ехать тогда, если, в принципе, ты едешь после тяжелейшего сезона, 82 игры ты отыграл, плюс плей-офф. И там не ходишь ты по бульварам и рассматриваешь витрины, а, в принципе, это тяжелейший труд. И приезжаешь на чемпионаты мира, выкладываешься, это полная несправедливость. Опять же, ты оставляешь семью, едешь на чемпионат мира, в принципе, ради только того, потому что все те, кто приезжают, они все прекрасно помнят, где их, где они начинали, кому они обязаны. И, в принципе, это делают с удовольствием, потому что это и престиж в сборную России попасть, одеть майку с гербом, это огромная честь, в первую очередь, для любого пацана, который начинает играть в хоккей. Да еще бы и победить бы. А что тогда нужно сделать, чтобы сборная состояла из отдохнувших, готовых к бою людей? Такого года. Из отдохнувших не получится точно сделать сборную. А готовых к бою людей она всегда есть. Сейчас мы заняли четвертое место в Словакии. После этого четвертого места на нас облилось огромное количество критики. И это правильно, потому что болельщик привыкает быстро к хорошим результатам, и, в принципе, они ждут и хотят побед сегодня и сейчас. И мы этого хотим. Что же ты не накостылял, как америкосам? Нет, ну как не накостылял, не получилось, что делать. Снял бы бюретик. Ну да. Как это, думаешь? Как уехал? А вообще болельщики, это отдельная совершенно тема, да? Вот в Америке за тебя ведь тоже болеют. И, как правильно сказал Дмитрий Александрович, играет в Ковичука, и здесь болельщики за тебя болеют. Чем отличается вот эта вот болезнь наших от болезни тех? Я думаю, что наши болельщики хоккей понимают в разы лучше и больше в нем понимают, чем американские болельщики. В мире, в Америке, хоккей, это, наверное, больше шоу для них. Но в Канаде везде, конечно, болельщики, они более, как бы, знают многое, что они смотрят, и какие ошибки, и мелочи замечают. У нас же это в разы больше, и это хорошо, потому что требования совсем другие. И у нас просто это уже, наверное, в нашем характере. То, что у нас возносят очень быстро и очень быстро втаптывают. И это нормально, потому что это наш менталитет, мы русские люди. Панель пропал, да? Конечно. Это вообще ничего страшного. Да, на нем. Вот в 2014 году ведь Олимпиадка, да? Скажи, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы мы победили? Что нужно сделать? Сейчас у нас новый тренерский штаб появился, который Зенцлав Хадарович, у нас обожденный тренер. Он занимает столько сборной, чего раньше не было никогда. Поэтому я думаю, что все должно быть хорошо. Он занимается вплотную своим делом, выберет тех ребят, которые на данный момент. Будут готовы к Олимпиаде. Не брать за прошлые или за будущие заслуги, а брать на сегодняшний день лучших. Тогда будет все в порядке. Но ведь это же надо как поступить? Надо так, чтобы они все собрались в одном месте. Довольно долгое время притирались друг к другу, учились играть в команде. Так? Ну, у нас, к сожалению, такого не будет. Потому что времена Советского Союза прошли, когда ребята играли в ЦП, брали из ЦСКА, из Спартака, из Динамо. И, в принципе, они весь год играли друг с другом. Сейчас у нас так не бывает. И все команды в одинаковых условиях. Все канадцы, американцы, финны, шведы, чехи. Основные наши соперники. Они также приезжают и играют с Листа. Они знакомятся на площадке. Да, мы при Ванкувере прилетели за два дня до первой игры. Поэтому и все это так. Давайте посмотрим еще один видеоблог. Владимир Просняков-старший рассуждает про спорт. Есть ли разница между спортом советским и спортом нынешним? Очень высокое значение, большое значение имело для спортсменов понятие своей страны. Вот за нее некоторые, даже это не звучит так пафосно, но отдавали жизнь. Сейчас, конечно, спортсмены для них громадное значение имеют. Призовые, сами контракты и так далее, и тому подобное. И порой из-за этого игрок переходит из той команды, где ему комфортно играть и очень хорошо играть, в команду, но где платят раза в два больше. Мне обидно, я переживаю по этому поводу, но я воспринимаю это как данность. Потому что так уже есть, и так, увы, будет. У нас всегда перед Олимпийскими играми присутствуют элементы такого, даже не хочется говорить слово, шовинизм, но шапка закидательства. И забываю о том, что противник тоже не лыком шит и тоже хочет побеждать. Только не подумайте, что это не патриотично. Я на самом деле люблю нашу страну, наш народ и наших спортсменов, но я не очень верю в то, что мы победим всем, всех, особенно китайцев. Если мы войдем в тройку, то это будет большая радость. Владимир Пасняков старший, композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист России, чемпион России по бильярду среди звезд эстрады, играет в футбол в команде артистов. Согласен с таким мнением, Илья? Тяжелая позиция у Владимира, но, если честно, то когда мы приезжаем в сборную России играть, то мы играем совершенно бесплатно. У нас есть какие-то призовые за выигрыш, как и у любой другой сборной, но они не какие-то космические деньги. Деньги не стоит вообще, даже никто об этом не говорит, когда едешь играть за сборную России. Мы все приезжаем с одной целью – победить. А чего вы в Ванкувере обделались, короче? Короче, по-кверскому тебя спрашивают, чего обделались-то? Такие умники все. В Ванкувере несчастный случай. Начинается. Но если вот то, что с хоккейной сборной произошло в игре с канадцами – это несчастный случай. Еще мы 20 раз будем с ними играть, не будет такого счета никогда. Первый период они забили и пять разбросили по воротам, четыре гола забили. А ты где был в этом время? Я был на площадке. Так и что ты там? Были хорошие моменты. Черт знает, что некому тебя снять все штаны, да надрать вы. Ну, я вместо падающих. Я понимаю болельщиков. Это мы, если вы видели наши лица или это наше состояние, это вы просто… Понятно, что мы актеры на льду, которые должны приносить зрителям удовольствие. Но в тот момент произошла трагедия. Я ее по-другому никак назвать нельзя. Просто это… Потому что есть какой-то институт, который это дело все анализирует, прямо выдает статистику какой-то, голы там, что там еще было. Ну, это Европейская хоккейная федерация. А это означает, что и личные рейтинги есть? Нет, личных рейтингов нет. Ну, а сами себе на какое место ставите? Да я… Это не мое дело оценивать. А вот у нас есть Славик Фетис, вот он может оценить. А он все на свете может оценить. Вот дайте послушать, он прямо про господина Ковальчука что-то говорит. Это даже интересно. Да. В 2008-м, вот когда мы выиграли чемпионат мира в Канаде, когда Илья Ковальчук забил победный гол в овертайме, он подлетел к камере и сказал, что для тебя, Россия, когда ты этим не живешь, не переживаешь, то сыграть в этот момент эмоционально, и сказать то, что, грубо говоря, тебе нужна дальнейшая реклама, ну, сложно, значит, это вырвалось из души. И я считал, не считая, что в этот момент надо крутить с утра до вечера. Потом спрашивать, откуда парень вырос, что его, так скажем, мотивировало всю жизнь, садиться в электричку, ехать с Твери на тренировку, со всем маленьким пацаном возвращаться. То есть, ну, эти вещи, которые должны быть для молодых людей, понятны. Если они будут великими спортсменами, это, дай бог, если будут они нормальными гражданами нашей страны, это, в общем, наша еще большая победа. Вячеслав Фетисов, хоккеист, государственный деятель, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, президент СССР, председатель Совета директоров КХЛ. Приятно слышать такие слова? Ну, конечно, приятно. Конечно, ему огромное спасибо в первую очередь за то, что, когда он был тренером в Солт-Лейк-Сити, мне было 18 лет тогда, я первый год приехал в НХЛ, и он меня выбрал в эту команду. И тогда, я думаю, что я огромнейший опыт получил просто от общения. Я не так много играл, но общаться с такими людьми, как Буре, Могильный, Малахов, Федоров и так далее, и тому подобное, для меня тогда, в 18-летнем возрасте, когда я только смотрел по телевизору и играл в видеоигры, и называл себя одними из них. Попасть в эту раздевалку было. Поэтому, конечно. А что касается высказываний, то, что он сказал для тебя о России или еще что-то, у меня очень, на самом деле, в сборной были непростые ситуации. Каждый год, так как я играю в Атланте, играл, то мы в плей-офф редко когда попадали, и у меня была возможность ехать в сборную. И когда я приезжал, мы третье место, по-моему, один раз выиграли за, по-моему, шесть чемпионатов, которые я был. И, в принципе, в прессе везде говорили, что ну вот он приехал опять мне отдохнуть туда-сюда. И были какие-то амбиции, такие вот хорошие, такие злые такие, чтобы вот выиграть и доказать всем. И этот чемпионат в Квебеке складывался для меня хуже не придумаешь. Я ни одного гала до этого финала не забил. Меня удалили до конца игры и дисквалифицировали на полуфинал. То есть там уже были мнения, что вообще нужен ли он, вообще его надо ставить. И тогда Вячеслав Аркадьевич Быков, он твердо сказал, что он будет играть в финале. Это даже не обговаривается, что у нас команда, и бывает, когда там выпадает, мы один за всех и все за одного. И так получилось. Это, в принципе, наверное, был мы какой-то момент. Если бы этого не произошло, то совсем бы другой Илья Ковальчук был. Поговорить о технике, о спорте, об авторитетах. Если, например, смотреть соревнования по фигурному катанию 30-х годов, ты понимаешь, что так сейчас катаются дети во дворе. А то, что происходит сейчас на катке в фигурном катании, это элементы компьютерной графики в стиле аватара. То же самое ли в хоккее? Сейчас скорости другие, техника другая. Или все-таки есть непревзойденные еще авторитеты в прошлом? Да нет, мы ведь... Они все, все те, кто делали имя нашей хоккейной державе России, СССР тогда, это все легенды, люди, которые мы преклоняемся, перед ними любим, обожаем. Просто, к сожалению, к огромному. Они жили в такой стране, и они вот это все выигрывали, и были известнейшими людьми. И сейчас многие из них, мягко говоря, не чувствуют себя в своей тарелке. И это огромное упущение, в первую очередь, нашего того государства. Потому что я считаю, что профессиональный спорт должен хорошо оплачиваться. Почему это? И в этом ничего нет, не знаю, криминального. Если ты занимаешься, тренируешься, показываешь результат, то ты же не крадешь, ничего не делаешь. И у них, к сожалению, этого не было. И у многих, может быть, у них это, я так думаю, какая-то есть не то, что зависть, может быть, злость, то, что там ребята, которые играют сейчас, молодые, зарабатывают хорошие деньги, у них, ну, это опять же... Молодые ребята, которые зарабатывают хорошие деньги, не думали над тем, чтобы создать какой-то фонд помощи своим учителям, легендам советского хоккея? Вы знаете, мы это постоянно делаем. Опять же, когда мы проводим какие-то благотворительные игры, это всегда есть. Ну, про миллионы расскажешь. Ну, каково быть миллионером? Ну? Что такое деньги? Деньги это... Ну, и в спортивных сумках носите. Да какие спортивные сумки? На самом деле, деньги это только какие-то, не знаю, помогают тебе какие-то исполнить твои желания, которые ты, не знаю, у меня в счастье в другом. Вообще, деньги это вообще не что-то. Вот как матушка в Твери живет, в поликлинике, в районной поликлинике, это сказать? Да, конечно, районной поликлинике. С ума сойти! Она сидит в районной поликлинике. Человек ходит в поликлинику, ту карболку нюхать, этих бабок пенсионерок лечить, уже бы сидела на Майами и вуз бы не дула. Сколько у тебя миллионов? Уже дал бы маме пару, все, чтобы она тут верь бы забыла, и чтобы эти обезьяны на Майами бы только ее окружали. Я думаю, что в другом счастье. Мама не видела внуков своих. Я жил один, мои дети жили, все семья жили во Флориде. Я играл в Нью-Джерси, приезжал к ним на выходные, она не получилась. Обычно она приезжает на 2-3 месяца зимой, и у нее слезы наворачиваются. Когда она их видит, то это радость, когда ее называют бабушкой. Вот это на самом деле то, а какие деньги? У нас в семье речи о денег вообще никогда не идет. Это случилось так. У меня замечательные дети, которые каждый день встают, улыбаются, радуют родителей. У меня замечательная семья, у меня замечательная жена, сестра. У меня все... А вот дети, Каролина, да, раз, мы уже видели ее. Дальше. Филипп, два года, и Тема годик. И вот Филиппу пообалде, как надают клюшкой в 10 лет, вот и будете рады. Я думаю, что вряд ли он будет в хоккее. Я думаю, что одного хоккеиста в семье достаточно. Серьезно? Они у тебя английский знают? Каролина знает английский, говорит на двух языках, без акцентов, без всяких. Меня очень часто спрашивают этот вопрос, а она по-русски говорит. Я говорю, она английский только так. Недавно совсем выучила. Скажи, где-нибудь жить? Я думаю, что мы будем передвигаться. Мы... Как-то я не седок на одном месте. И, в принципе, Америка спокойнее, наверное, можно так сказать. Для детей как-то более стабильнее. Но Россия, это наша. Я вот сюда приезжаю, заряжаюсь. Сто процентов будем жить как бы в двух странах. Это невозможно. Что значит, переехать с концами и остаться в Америке? Что там делать? Ну, а кстати, а что там делать? А что вообще делать? 2025-2026 это вот крайний сезон, да, по этому контракту? Да, да, да. А ты думал, что будет после этого? Нет, не люблю загадывать ее. У меня же есть руки, ноги, голова на плечах, знакомые. Поэтому всегда можно придумать, чем заниматься. По поводу опасности спорта как такового, и тем более такого скоростного и, в общем-то, силового. С какой скоростью летает шайба? Быстро. Ну, рекорд 110 миль в час. Это где-то 160-170 километров. У тебя в самом начале был страх перед шайбой? Нет. Лучше вообще не начинать заниматься, если какой-то страх есть. Давай поступим с тобой вот как. Мы все тебе навязывали, собеседников. Теперь попробуй выбрать кого-нибудь сам на стене видеоблогов. Давайте Светлакова, Сережа, послушай про комплексы. Он будет говорить про комплексы, да. Давайте. Я занимаюсь тем, что я борюсь со своими комплексами. Сужим. И многие так делают, на самом деле. То есть я себе что-то доказываю. И комплексы, на мой взгляд, должны быть у людей. Если бы вот люди без комплексов, я их не люблю. Которые могут делать все, что угодно. Зайти в любую дверь, сказать человеку все, что угодно, это плохо. Вот что касается там лично меня, то есть мне всегда очень неудобно, и даже если я очень опаздываю, пойти без очереди. Я подойду, я всей очереди громко объясню, почему я это делаю. С очень красным лицом было такое, что я в аэропорту опаздывал, там все. Я стоял в очереди, мне было безумно неудобно, безумно вообще. И я считаю, что это нормальная реакция. И вот эта наглость, те люди, которые считают себя известными и как-то сами этим пользуются, это, на мой взгляд, это очень некрасиво и неправильно. Если люди что-то предлагают, то есть придя в тот же ресторан, я не скажу, вы смотрите программу с моим участием, вам нравится, да, дайте мне скидку. То есть этого не может произойти в моей жизни точно. Актер, шоумен Сергей Светлаков, один из самых незакомплексованных российских актеров. Большинство мужчин ни за что не согласились бы сыграть геофрезеровщика. А он согласился. Как ты относишься вообще к этой теме комплексов? Какие самые страшные комплексы были у тебя и как ты с ними боролся? Я с Сергеем согласен, он как будто прямо вот говорит про меня, рассказывает. Потому что это не обязано быть. И скромность вообще это не комплекс, но она украшает. Как может быть скромным человек, который играет на падении? Не, на льду это два других разные люди совсем, которые находятся в раздевалке и на ледовой площадке. Где они меняются? И как, расскажи мне. Как раз, когда ты снимаешь все это с себя, чувствуешь, легче стало. Пошел, помылся, привел себя в порядок, выходишь, опять же, там ждут тебя любимые дети, семья. Здесь ты меняешься и превращаешься в первую очередь в папу, в мужа, в обычного человека. И все же, скромность это не комплекс, слава богу, мы это выяснили. Скажи, пожалуйста, мне, все-таки, какие вещи пришлось в себе изживать? С чем ты боролся? Изживать, ну, в первую очередь, это тяжело нет сказать. Очень тяжело сказать нет. Это когда скауты приехали из НКЛ, Это скауты, когда приехали, это не... Нет, тяжело сказать нет. Например, перед матчем люди звонят, спрашивают билеты. Знакомые, хорошие товарищи, друзья. И невозможно отказать. Потому что все думают, что билеты нам достаются бесплатно. А их всего два бесплатно. Кому не достаются, как правило, эти два бесплатных билета? Обычно супруги, маме, когда идут дети, приходится докупать. Еще одна история интересна. Такая жена красавица, Николь, которую, Мирик Александрович, нашли в интернете? Так мы же видели. Мы Любовь Николаевну не можем найти, так как интернет это не волнует. Чтобы была хорошая мама, которая гордится сыном, сама по себе, благородная, давшая клятву Гиппократа и следующая ей всю свою жизнь. Ну, товарищ, что-то не для интернета. Вы давайте какую-нибудь гадость бы. Вот это сразу бы мы нашли. А хорошая история же никого не волнует. Вот в чем дело? Что-то меняет в этой жизни. Хотелось бы спросить... Надо телефон и без камер делать. Вот это поможет тогда точно. Потому что сейчас у нас люди начали снимать и все подряд всю гадость собирать. Когда последний раз тебя ловили? И на чем? Этот вопрос пропустим. А вот эта история с кальяном? Кальяном? А, ну это было сборную нашу всю, когда... Не с кальяном, а с сигаретой, по-моему. Ну, что такого? У нас есть ребята, которые курят и играют хорошо. Я в этом ничего криминального не вижу. А Славик рассказывал, что даже однажды пиво пил. Не, не однажды. Я считаю, что... Ну, я пиво пью после игры практически после каждой игры. Потому что это... Я считаю, что лучше пива ничего не восстанавливает. Вообще, что бы ты ни делал, в разумных пределах можно делать практически... Лекарство от яда отличает только доза. Конечно. И все-таки, что спортсменам запрещено? Не, ну, в первую очередь, ты должен знать, что ты публичная личность и, в принципе, вести себя адекватно везде, в любой ситуации. Поэтому перед тем, как что-то сделать, надо два раза подумать. И все тогда будет. Всегда получается? Ну, после того, как появились телефоны с камерами, получается. Вот Илья, вас не оскорбляет этот звериный, пещерный, варварский, идиотический антиамериканизм, который многие здесь считают нормой, и он причем насаживается. Но даже главное, что и среди интеллектуалов есть твердое убеждение, что Америка это нации ПТУшников, что культуры у них нет, что это беглый все народ, понимаешь, такой сброд. Просто что это взяли? Многие-многие вещи, которые мы едим, смотрим или слушаем, родом из Америки, нет, это нет, никакой благодарности, все плохо. Вот вы внутри Америки, у вас уже и дети там живут. Доложите нам, каково это Америка? Америка? То, что менталитет у них другой чуть-чуть, это и есть. Это как можно отличить? Ну, особо они не доверяют, не знаю, друг к другу в гости семьями не ходят, так, если грубо выражаться. за спиной любят очень что-то обсудить, сказать, это тоже как бы... Ну, услышимость там хорошая? как интересно. Слышимость, да, очень хорошая. Там очень много слышат и очень много доносят. Ну, вообще, какие-то понятия воспитания, придет, не знаю, там, прийти в ресторан с девушкой, чтобы она заплатила за себя, ты за себя, это, у меня лично, для меня неприемлемо, как-то для них это нормально. Но, с другой стороны, там нормально, хорошо, есть города, которые находятся, я не знаю, там на океане, красиво, удобно. Поэтому, в принципе, Америка не такая плохая, как говорят. И потом, есть также и прекрасные друзья, есть также и умные собеседники. Ну, друзей, у меня нет друзей, честно. Друзей, ну, вообще, друзей много быть не может у меня на пальцах одной руки можно их перечитать настоящих друзей, с которыми я с детства общаюсь. Ну, соседи-то хоть хорошие? Тихие? Соседи хорошие, тихие, да. Опять же, там все по закону, во сколько надо выключить свет, чтобы лампочка не горела, а то мешает. Ну, это у меня был перед отъездом прям инцидент, я на балконе, мы там кушали, я оставил свет включенным. Пришел секьюрити снизу, говорит, можете, пожалуйста, выключить свет из соседнего дома, только что позвонила бабушка, сказала, что у вас мешает спать. Мешает спать, Конечно, я выключил. В какой-то газете какой-то журналист написал, что Николь не хочет в Россию возвращаться. Не то, что не хочет, просто она любит быть там, где ей комфортно, здесь все ей чуть-чуть страшно, как-то переживает за детей, за... Она более такая у меня, наверное, европейского склада, она сама с Литвы, с Вильнюса, и жила долго там, потом в Италии, долго прожила, поэтому она чуть по-другому относится к этой стране. Но таких жестких споров на эту тему у вас в семье сейчас не проводится. Да нет, конечно, нет, у нас все... Мы с удовольствием едем сюда, у нас здесь огромное количество знакомых, которых мы не видим в течение года, и хорошее время здесь проводим. Лучшество телевидения, магия буквально. Сейчас мы увидим кинопленку, на которой запечатлены и Николь, и мама. Да, вместе путем. Давайте посмотрим. Ну, прежде всего, мы желаем ему успехов в его основном деле, это в спорте. Очень хочется, чтобы к медалям чемпионата мира добавилась медаль с Олимпиады, потому что это мечта любого игрока. Это то, что касается его профессиональной деятельности. Очень хочется для того, чтобы, когда он закончит заниматься спортом, он нашел себе такое занятие, которое приносило бы ему такое же удовольствие, как и игра в хоккей. Это то, что касается спорта. А то, что касается личной жизни, я хочу, чтобы они с Николь много-много лет оставались вместе, чтобы к двум мальчикам и девочке, которые сейчас есть, добавилась еще одна девочка хотя бы, потому что, чтобы было поровну и тех, и других. И для того, чтобы они и дальше так же меня радовали, как и сейчас. А Николь добавит свое. Мы хотим сказать, что мы его очень-очень любим, и чтобы он оставался таким же хорошим, добрым, любящим. И сыном, и мужем. И сыном, и мужем, да. Мы его очень-очень любим. Вот такие у меня девочки. С женскими планами на твою жизнь понятно. А у тебя какие, собственно, планы? У меня планы, я вот согласен, солидарен полностью. Ну, конечно, в спортивном плане хочется Олимпиаду, Олимпийской. Мама, это крепкая какая. О-о-о-о-о. Я думал, она, ну, как сказать, робкая. Там, наверное, вся поликлиника, короче. Мама, у меня с мамой не забываешь. Мама, крепкая у тебя. А когда Николь привел знакомить, что сказала она? Да она с ума с этим, кстати, так было очень... Николь у меня уже была беременна, Каролина, и когда, опять же, это, наверное, комплексы, неудобно мне все было. Как же я... мы ехали из Твери в Москву, я маму вез как раз домой в Москву к себе, и ей сказал о том, что я сейчас познакомлюсь с Николь, только когда мы заехали, уже кресты проехали на Нинград. Я все это время два часа с половиной ехал, думал, думал, как же мне это сказать, ломается, ломается. Ну что, могла отругать, что ли? Да нет, ну как-то не знаю, что-то я, да, как-то... Сын-то единственный же. Да. А ну куда ж, это ж... В этом плане она сказала, что это твой выбор, и у нас даже, она относится к ней как к дочери, поэтому... У меня лично нет больше вопросов к нашему сегодняшнему гостю. Да, ну, это просто радостно видеть такого русского человека, просто радостно, и успешно, и вот планетарно незаменимый, и в Америке незаменимый, и в России. Как приятно видеть, и что, и в жизнь у него хорошо, и с тылу, и с фронта, и матушка, и жена грандиозная, и дети, ну, я думаю, что мы еще с Филиппом здесь посидим. Лет через 20 будет сидеть один из Ковальчаков младших. Я думаю, если такая закваска, будем... Ну, давайте так уж, тверская, что стоит... И, конечно, мы должны отца твоего уроки все выучить, как надо к сыну относиться. Ничего у нас не потеряно, значит. Если, оказывается, все дело только от нас, ну, мы немножко соберемся. Мы будем вести дневники по наблюдению за собственным сыном. Но пример твоего отца показывает, мы это делаем благодарны. Да, спасибо огромное, что пригласили. Очень было приятно. Взаимно. Спасибо. Дмитрий Зевров, Александр Карлов и сегодня временно доступен был Илья Ковальчук. Попробуй только Олимпиаду продуть. Без пяти четыре даже. О, как сказали. А книжку надо издавать. Может быть, мы, да, что-то это сделаем. Там, ну, если человек в Твери что-то какое-то мини, они что-то делали в маленьком дворце спорта где-то в хитокнижнике. Это, да, это, конечно, очень нравится. Вот дурачки все-таки надо сделать пиар, пиар-штаб вокруг вас. Ты же готовая кинозвезда.